Михаил Михайлович, добрый вечер. Ну как можно охарактеризовать сегодняшнюю игру? Это стечение обстоятельств, когда вы получили, так сказать, два гола непланируемые, потому что Лантратов очень хороший воротарь, который очень много раз выручал локомотив, и у него кредит доверия, понятно, огромный, но я просто считаю, что сегодня было стечение обстоятельств, миллиметровый оффсайт и два момента, когда действительно просто голы возникли из ничего. Прокомментируйте, пожалуйста. Почему сложно комментировать? Добрый вечер. Такое, знаете, двоякие чувства на самом деле, потому что характер игры был такой, что в принципе ничего не предвещало, и мы были ближе к тому, чтобы сами забить. Поэтому и да, такие моменты, уходить на перерыв при 0-2, опять же, и вы видели, как команда начала второй тайм, с каким посылом, с какой агрессией, и опять же, мы были ближе к тому, чтобы сократить разрыв и дальше переломить хоть игры, но, к сожалению, так сложилось, что соперник забил третий, и, ну так скажем, более мастеровитый, более классно, покласснее распорядился своими эпизодами в этих моментах. Поэтому еще раз, здесь есть результат, понятно, он неприятный, что три – это много, ну и неприятно, но надо проанализировать все эти вещи. И команде я сейчас сказал о том, что надо спокойно, без шараханий, да, самое главное, потому что никакой истерики, никаких эмоций, я имею в виду негативных, а наоборот, только были моменты по качеству игры, которые надо улучшать, и, конечно, держать структуру игры, и именно вот эту концентрацию внимания, когда игра складывается, вот так скажем, до гола. Еще вопрос, вот все обратили внимание, когда в старте протокол, что у Краснодара 9 легионеров, 2 человека с российским пасмуртом, у Локомотива было зеркально наоборот, 9 с российским и 2 легионера. И, скажем, сейчас все команды укомплектовываются, все-таки пытаются квалифицированных игроков найти, это и «Спартак», и «Динамо». Вот сейчас, вот, скажем так, «Локомотив» уже все закончил, так сказать. А мы пока не начинали. Поэтому… Нет, ну хотя бы так, на перспективу. Понимаете, что, как бы мы ни говорили, что мы российскими игроками можем играть, но все равно вот так вот пару квалифицированных игроков… Мы же уже говорили о том… И для конкуренции. Наши пресс-конференции вначале, о том, что понятно, что этого все хочется всегда. Да, и если квалификация будет, конечно, предпримем определенные возможности, чтобы тот или иной игрок оказался здесь. Поэтому смотрим, ждем. Время еще есть, как клуб сработает в этом направлении, чтобы какая-то свежая кровь была. Но еще раз, не только на это надо уповать. Да, понятно, что мы показали и двигаемся в том направлении, чтобы наша команда, еще раз говорю, была и дисциплинированной, и организованной. И самое главное, мы, опять же, если убрать вот эти недочеты, которые сегодня были, ну, мы могли и в другую сторону переломить. Мы сейчас вот с коллегой обменялись мнениями, что такое, знаете, как вот игра, как о челе была туда-сюда. Поэтому, да, счет понятен, но нам надо еще раз повторить, что правильно все это проанализировать и свою работу делать. А можно это характеризовать сегодняшнюю игру, что это был сегодня не наш день? Ну, знаете, так это очень просто сказать. Можно, конечно, но все-таки какие-то эпизоды всегда приходят из определенных нюансов и структуры игры, да, когда угловое, да, условно говоря, там начинают. Зачем мы вот эти моменты привозим и, так скажем, отдаем эти лишние передачи назад и ввязывать в контроль в нашу штрафную площадь? То же самое и со вторым мячом. И таких моментов очень много, поэтому ни в коем случае, ну, да, можно сказать, не наш день, но еще раз мы все-таки отталкиваемся от футбола, от качества и определенных действий наших на поле игроков. И их надо, так скажем, эту оценку правильно воспринимать и дальше эту работу над ошибками провести. Спасибо, удачи. Спасибо. Здесь вопрос. Михаил Михайлович, вы сказали, что в втором тайме команда вышла агрессивно. Не показалось ли вам, что именно этой агрессии не хватило в первом тайме, что встречали, ну, не так агрессивно, как обычно, не так прессинговали, как обычно вы в первом тайме играете? Ну, сложно сказать сейчас по горячим следам. Надо, еще раз говорю, потом в более спокойной установке посмотреть, как выглядел наш отбор. Ну, опять же, да, можно было бы, так скажем, начать более динамичнее этот матч, так скажем, не с оглядкой назад. Поэтому это тоже как бы вопрос психологии, это наша работа, которую надо переламывать, потому что, еще раз говорю, потому что команда формируется, ребят притираются друг к другу, и это как бы не делается за один-два дня. Поэтому все это как бы поэтапная работа, которую мы тоже стараемся делать. Спасибо. Сергей. Во второй раз уже. Сергей Королев, про службу локомотива Михаил Михайлович. Психологически, вот, ощущения у ребят новые были в формировании команды, то, что вышли на первое место, единоличное лидерство, как эта неделя проходила, и, все-таки, где-то что-то сидело у ребят перед этим матчем. Как вы думаете? Да, сложно сказать. Мы проговаривали эти моменты, что нам не надо туда смотреть, да, и, наоборот, надо отталкиваться от футбола, от своего качества игры, потому что, ну, одна команда сыграла, и таблица уже поменялась, да, по ходу тура. Здесь, что на нее сейчас внимание обращать? Поэтому здесь надо отталкиваться от себя, от себя и подготовки к игре. И, понятен, еще раз говорю, что итоговый результат, но от того построения качества игры, которое нам надо отталкиваться, вот здесь вот нам надо еще усилить свою работу, потому что моментов, ну, есть хорошие, а есть и, конечно, которые надо поправлять. Роман. Во втором тайме вы заменами максимально усилили атаку, но потом заменили Батракова ближе к концу. С чем связана его замена? Он подустал? Большой объем работы сделал. Показалось, что уже подустал, и был выбор, там, в пользу какого игрока сделать. Решили «Карпукас» выпустить для того, чтобы, ну, и мы видели, что и соперник тоже усиливал, и Черникова выпустили, и другого игрока в середину поля, да, поэтому более свежих, и там тоже требовалось усиление. Все-таки Леша не обладает такими крупными габаритами, а там физически крепкие игроки, да, поэтому большой объем работы он провел, и нам, опять же, со стороны показалось, что более свежего надо туда добавить. Спасибо. Еще один вопрос. Михаил Михайлович, ну, хочется сказать, что вот, когда вы играете, ну, с командами, скажем, «Махачкала», там, «Факел» и другими, то все упираются, все играют, скажем, на пределе сил, и после победы всегда, ну, тренер говорит, ну, не только вы, и другие, что играли с очень хорошей командой, и так очки просто не даются. Мне хочется сегодня сказать, после сегодняшнего вечера, что вы сегодня играли с очень хорошей командой, поэтому пожелать вам еще успехов, с такими хорошими командами, чтобы все-таки было побольше удачи. Спасибо.